Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и до сегодняшнего дня я думал, что Роблокс это безобидная детская игра. Но после того, что мне скинул мой брат, я был в шоке. Дальше всё расскажу с его слов. Я сидел, как всегда, играл в Роблокс, но вдруг мой планшет выключился и включился обратно. Всё было как всегда, все игры были на месте, но создалась третья вкладка, где было две иконки игр. Одна Роблокс, а другая Рип Роблокс. Я испугался, ведь ничего такого я не скачивал, и сразу же хотел удалить эту лишнюю игру. Но она не удалялась, а возвращалась обратно. Я попробовал так ещё раза четыре, но всё было зря. На пятый раз, когда я пробовал удалить, игра включилась сама. Кнопка выхода не работала, и выключить планшет тоже не получалось. Игра сразу же запустилась с тайгона. Джойстики и иконка с предметом были не как обычно белые, а красного цвета. Цвет был очень похожий на кровь. И тайгон был тоже такого же цвета. На фоне было очень громко слышно насекомых. И звук был всего 3-4 секунды. Но эти ужасные склейки делали его дольше. Около тайгона было очень темно. Я попытался пойти в эту темноту, но меня что-то убило. С очень громким звуком. Я снял наушники, чтобы ничего не слышать. После я начал рассматривать своего персонажа. И я заметил кое-что ужасное. Его ноги были как будто отрубленные. Они держались на нитках. К тайгону я почему-то не мог подойти. Меня водило только вокруг него. Оставался лишь один путь. Идти в лес. Я заметил, что в винтаре у меня лежал фонарь. Взявши его, я пошел в тот темный лес. Как только я зашел в лес, звуки пропали. Но началась громкая жуткая музыка. Которая была слышна из наушников, лежащих рядом. Я бегал по этому лесу. И периодически меня что-то убивало. Но что это было, я не знал. Где-то полчаса я ходил по этому лесу. Я уже думал, что там ничего нету. Но неожиданно для себя я наткнулся на заброшенное кладбище. В этот момент почему-то мне захотелось надеть наушники. И из кладбища был ужасный вой. От этого воя у меня была резкая боль в голове. Я решил распавниться и туда больше не заходить. К тайкону я также не мог подойти. Я пошел опять в лес. Но на этот раз я решил пойти под стенкой. Чтобы не заблудиться, как в прошлый раз. Я шел спокойно. И вдруг откуда-то ужасный крик. Кто-то из игроков крикнул в общий чат. Его резали заживо. Я продолжил идти. Позже я встретил еще какого-то игрока. Мы с ним ходили. Но вдруг этот игрок тоже включил микрофон и заорал. После он пропал из игры. Я испугался, потому что нас в игре было только трое. И двоих уже не было. Я аккуратно положил планшет на кровать. И убежал в другую комнату. И сидел там до прихода родителей. Вот такую историю мне рассказал мой брат. К счастью, с ним ничего не произошло. На этом все. С тобой был Сергеонис. Поставила к тебе тут всего-то две секунды. А мне приятно. И если мы на этом видео наберем тысячу лайков, то я найду еще такие игры. Или же они сами меня найдут. А также подпишись на канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придет время и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Также подписывайся на мой инстаграм. Там выходят прикольные фото из моей жизни. И смотри прошлые ужасные видео. Где столкнулся один на один с призраком из своего дома. Я там живу уже девятый день, между прочим. Тебе это обязательно должно понравиться. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok